друзья всем привет сегодня у нас две орхидеи два таких бриллиантика 2 уцененные орхидеи из отдела у ци отсветших у цененных орхидей одного из сетевых магазинов несколько дней назад я уже показывал эти орхидеи очки и вот наконец-то руки дошли сегодня мы вместе с вами эти орхидеи распотрошим а потрошить их обязательно надо и уже по факту того что мы там увидим уже и будем принимать решение что с ними делать в дальнейшем но по визуально я хочу вам показать вот такая вот картина у этих орхидей и у одной и у второй немножко получше я эти орхидеи называю подброшенные бриллианты а почему подброшенные а потому что но никто не заставит меня друг думать по-другому то что я уже рассказывал захожу иногда так бывает и но иногда очень часто бывает когда в магазин сетевой заходишь смотришь выбираешь новый завоз все 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 просмотрел просканировал орхидеи ничего не нашел все такое обыденное банальное и потом через какое-то время заходишь в этот же магазин новых завозов не было но зато в оцененном отделе отсветших орхидей появляются орхидеи бриллианты а подброшенные уже с гнилыми корнями потерявшие товарный вид тут у меня и складывается впечатление что кто-то их берет посмотрит они по цветут полюбуются потом обратно их выставляют на продажу я так думаю а значит почему бриллианты друзья две орхидеи сразу интригу не буду тянуть до последнего значит скажу что это две одинаковых орхидеи и они всего две были я их обои забрал значит пакетики с них снял безусловно наклейки тоже только одну-одной осталось вот это вот бирочка это друзья два бегли по два роскошных бегли по вот сюда я вставлю образец цветения этой орхидеи это манта мальдивас манта мальдивас это манта мальдивских островов что такое манта 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 это ну наверное в честь этих орхидей и назвали ее так манта мальдивас потому что ну во первых посмотреть какая красота этой орхидеи это крупно такой цветковой беглиб роскошного такого розово-лавандово-розово-сиренево что-то такого нежного окраса переходящего от светлого чуть-чуть к темному ну просто роскошная орхидея но по своей форме напоминает большого ската морского океанического ската именно там на мальдивских островах обитают эти манты это скаты размером до 7 метров в диаметре и а у местных жителей а есть поверье что эти скаты могут утащить человека на морское дно и там с ним расправиться но на самом деле это миролюбивые скаты просто они огромные туристы приплывают туда со всего мира и под водой подкармливают ныряют ныряльщики с этими скатами представляете 6 7 метровыми и их подкармливают вот наверное кого-то одного из создателей и этой орхидеи этих орхидеи и навеяло название вид этого ската и соответственно название к этим орхидеи на самом деле очень много сейчас серия появилась именно манта а манта пенида у нас есть манта мальдивас манта миндоро в общем много вот этих вот мантов скатов орхидеи из одной серии они все крупноцветковый роскошный обалденный так но это было такое небольшое романтические отступление а сейчас давайте поставлю сюда на стол возьму наш поднос и распотрошим эти орхидеи чки проведем все необходимые манипуляции а чем и как следите за процедурами так друзья ну все наши орхидеи на местах инструменты а тоже у нас на местах у нас значит что секатор для орхидей скальпель и пинцет самые необходимые ну и соответственно препараты которыми мы будем пользоваться вот такие вот орхидеечки так бирку убираем и кстати все орхидеи они промаркированы вот смотрите пожалуйста манта мальдивас манта мальдивас и у другой орхидеи тоже манта мальдивас две одинаковые орхидеи должны по идее быть ну а когда дождемся их цветения уже посмотрим как они будут цвести такие вот засохшие палочки естественно убираем все это дело она нам не нужно и с одной и со второй орхидеи теперь значит с какой начнем друзья но прежде чем начать давайте так сделаем они у меня я расскажу немножко что мы с ними делали сразу после покупки друзья я эти обе две орхидеи обработал скажем таким бюджетным универсальным средством и это дегтярным мылом а в одном из видео я уже рассказывал что дегтярное мыло ну во первых она доступны и во вторых она ну такого знаете двойного действия во первых она отпугивает от насекомых вредителей и избавляет орхидеи от насекомых вредителей и второй эффект этой этого средства это так срезая палочки тоже эти все цветоносы а второй эффект это то что еще и борется как профилактически так и борется с различного рода заболеваниями то есть такой знаете и осуществляет профилактическую такую работу то есть двойного действия дегтярное мыло она двойного действия вот здесь вот напишем написано значит с болячками видите а бурой печни пятнистость мучнистая роса ржавчина фитофтороз и при этом избавляет от тля трипсы паутинный клещ щитовкой другие сокососущие насекомые то есть вот такое вот хорошее средство а я его рекомендую если нету возможности там достать какие-то более такие знаете сильные специализированные средства но если с умом подходить с дегтярным мылом друзья то я думаю что она избавит от большинства болячек поэтому я считаю что это незаслуженно забытое средство когда продвигают дорогущие какие-то средства типа как вот оберон оберон например rapid от насекомых вредителей он стоит это у меня походный вариант хотел взять другое средство хотел привику взять вот а взял оберон rapid сейчас я поставлю вот он у меня привикур оберон rapid у меня в большой оберон rapid у меня в большой упаковке это у меня такой для походов вот привикур друзья energy он конечно хорошее средство мы им сегодня будем пользоваться но вот если его нету то дегтярное мыло это конечно не аналог но тоже частично помогает от болячек и насекомых вредителей все два в одном флаконе ну а если добавить еще профилактическую обработку на отварами настоями из корицы и куркумы то вообще цены не будет таким процедурам и так значит ну что с какой начнем друзья цветоносы лишние срезали теперь нам нужно кстати вот это посмотрите видите у нее тут более менее хорошие цветочки да давайте наверно так начнем замочим пока вот эту орхидею замочим сразу в растворе и пока будем потрошить одну мы поработаем над другой так что я возьму возьму привикур energy хотя знаете на самом деле можно замочить уже и после потрошения потому что орхидеи у нас сохли я специально несколько не ждал потому что они были прям сырые сырые залиты при залиты мне удалось дегтярным мылом сверху их обработать и вот ждал несколько дней пока просохнет так более-менее грунт он час просох давайте залезем наверно в самую сложную в самом начале видео и посмотрим что у нас здесь с корневой системой так ну начнем здесь нам ничего не мешает попробуем посмотрим что у нас здесь так счета вот так вот у нас зашло так внимательно смотрю я на на состояние грунта но в принципе я пока не вижу знаете такого чего-то такого даже быстро передвигающегося блестящего пахнет слегка костром потому что дёготь вот мне кажется что он хорошо подмог в этом плане вот ну теперь посмотрим что у нас с корнями а друзья а с корнями здесь у нас ну как вы понимаете от слова совсем ничего нету к сожалению только вот одна пимпочка корневая одна корневая почка все остальное друзья здесь прям хлам корнев холом ну давайте так начну я их потихоньку давайте вот прям сейчас буду я срезать именно только то что совсем пустое что вот так вот сейчас к микрофону поднесу слышите как как сухая папироса бумага папирос на и вот такие сейчас мы для начала срежем и посмотрим что у нас останется что у нас останется я пока срезать буду поверхностно чтобы они не мешали нам вот а потом уже посрезаю посрезаю уже основательно сейчас пока вот так вот я вижу вот это все прям хлам 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 да и мне я взял две потому что но обе мне стало жалко сперва одну увидел вот эту с гнилыми корнями взял да сперва мне попалась это с гнилыми корнями я ее взял все пошел ходил смотрел смору выбирал смотрю вторая стоит вот увидел вторую с более лучшими корнями такой обрадовался вот эту обратно поставил на полку потом не так и стало жалко думаю ну чё же и я же ее вроде сперва первую схватил она наверно обрадовалась и тут я такой и обратно думаю нет я ее тоже заберу вот так что не стал ее бросать потому что вот она такая жалкая и уже такая чувствую что если бы я ее не забрал она отправилась бы прям гарантированно к орхидейным богам так вот так все вот я сейчас срезал друзья кстати поролон попался кусочек маленького поролона это то что наверное под основание вот вот видите вот он кусочек поролона это то что под основание нередко кладут орхидеям такую минуса медленного действия одно дело когда просто поролон положить для стимуляции рост корней на и другое дело совсем оставить этот эту этот поролон а мы видели орхидея образца вот это вот двадцатого года она двадцатого года была высажена на маркировке на горшке вот нарисована до 10 месяц двадцатого года октябрь на октябрь десятого года все вот у нас осталась вот такая вот картина так чешуйку сейчас уберем вот это почистим но такая небольшая чернота сухая здесь присутствует вот этот листик давайте уберем он нам вообще тут не нужен от слова совсем видите он во-первых подгнивает во-вторых он мешать будет в будущем а нам нужно очистить основание побольше и вот этот листик тоже уберем вот во первых он видите начинает желтеть под ним наверняка скапливается грязь органика или еще что-то которое начало гнить ответе же желтеет сейчас уберем посмотрим в сторону раз эти чернота вот тут еще второй лист такой же орхидея уже начала это портится если мы ее сейчас не обработаем то все это дело начнет прогрессировать так вот этот лист уже я сейчас уберу вот этот ведь какую смотрите черноту мы раскрыли о смотрите о вот этом нам все убрать до до чистых тканей по-хорошему еще бы вот сюда залезть нам вот сюда но мы здесь можем просто скальпелем немножко протереть точнее не протереть а залезть в эту щелку она смотрите миллиметров на 5 сюда видите заходит такая лопнутая щель корень наверно лес и разорвал я все это дело счищаем всю эту черноту так здесь вот тоже но это друзья нет самое не повод именно вот это вот все что мы сейчас видим не повод замазывать максимом на потому что бывает что знаете люди смотрят а вот немножко то черноты все вот это вот с этим вот вполне себе справиться топаз есть тоже такое средство друзья хорошие почему-то его мало я вижу у меня он тоже в аптечке есть она одной из первых средств которые мы применяем применяли и применяем но сейчас меньше потому что много других появилось например мне наконец-то удалось там купить в прошлом году привику энерджи позапрошлом точнее году привикур энерджи раньше это у нас в регионе это такой знаете редко с редкостная было если было то таких денег стоило что мам не горюй она сейчас не дешево стоит так ну вот и все почистили вот столько у нас осталось корней теперь мы их замочим в привикуре она первая у нас сейчас пойдет в привикур сейчас я приготовлю раствор на литр воды опять говорю по воде друзья вода должна быть очищенная а потому что вот говорят из-под крана если прокипятить но вы прокипятите и и там же соли никуда не денутся из нее вот поэтому желательно конечно чтобы вода была чистая фильтрованная без солей так на литр полтора миллилитра привикура полтора миллилитра привикура а по опа опа так на заднем фоне что там такая какая-то точечка пролетела я видел откуда она вылетела так все опа раствор вот 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 летает видите опыт наверное из горшка вот из того или какой-нибудь откуда-нибудь сейчас весна у нас тепло стало начинают просыпаться мошки всякие так ну вот значит я беру и нашу красотку сюда помещаю и помещаю прям ее как можно прям целиком желательно так вот все минимум друзья минут на десять прям минимум вот лучше конечно оптимально минут 20 вообще курс промачивания когда орхидея больная промачивание 3-4 раза с периодичностью в неделю где-то наверно на дни пять вот вот так вот привикуром замочить но друзья привикур дорогой поэтому тут как говорится не до жиру так ну давайте пока она замачивается у нас я время засек хочу время мы все равно сажать не будем пока она помочится потом я ее намокнет потом мы ее просушим она постоит ночь и на следующий день уже потому что будет с корнями потому что если вот эти корни на них смотреть на эти корни то в принципе если они будут живыми вот в чем я сомневаюсь хотя надеюсь вот то можно в стимулирующую посадку посадить вот в таком состоянии с таким количеством корней но как часто практика показывает друзья когда мы их замачиваем эти корни да они с виду вроде бы живые потом достаем они начинают подсыхать мы ждем когда там через течение нескольких часов подсохнет эти корни превращаются в труху то есть они уже были мертвы изначально и когда мы их намочили и они высыхают мы понимаем что они мертвы они должны я если они живые то они должны подсохнуть и такие же стать такой же твердости вот как они были до того момента как мы их намочили вот если они усохли вообще прям вообще прямо в нитку либо развалились то ну тут понятно что это уже все это вот такой вот маленький лайфхак от меня как проверить живые корни или неживые я так если их тех кто постоянно смотрит канал не дадут соврать я так всегда практически делаю когда есть сомнения какие-то по корням оставлять или не оставлять так ну что давайте вторую расковырнем здесь у нее вроде бы с корнями но по крайней мере визуально видим получше так и посмотрим да отсюда вылетают друзья вот эти вот вот видите летает кто это непонятно кто это непонятно наверно до туда у нас не дошел дегтярный мыл но друзья и обрабатывать им надо с периодичностью раз в 5-7 дней а у нас уже прошло друзья но не помню уж неделю точно им прошла как я купил эти орхидеи это обработал их так ну что но смотрю я на предмет таких насекомых по дуры и многохвостки мелкие но не поблескивает не отблескивает ничего не вижу единственное что вот этот вот летает здесь один но он может быть залетный какой-нибудь подозрительный какой-то так вот видите смотрите вот она тоже здесь присутствует вот это вот из-под основания уронил из-под основания друзья присутствует губка вот она видите губка давно я не встречал вот она вот она такая знаете уже вот она она уже такая и корни разложили она уже разложилась в труху еще и еще и есть остатки этого скажите как его мха так но здесь надо сказать немножко получше ситуация с корнями здесь они какие-то тут вроде бы целые много целых но такие они знаете какие-то член членистоногие эти корни типа знаете как у орхидей аркс реев такие они вот как из состоят из таких вот отдельных эпизодов интересные так вот здесь вот немножко почистить на я не видите вылазит как-то неравномерно один вылез заказа закупился потом опять такими сарды личками я считаю что это такое знаете ненормальность но не у всех сортов подобно так вот этот лист я удаляю он видите весь такой вот здесь у нас чернота слушайте ну вот этот вот летает какой-то негодяй один единственный то ли я не могу его поймать то ли это еще один летит на этот как его так по руке мне часто здесь ты 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 вот на этот на аромат свежей орхидеи так это тоже удаляем смотрите как все витиева с корнями точно действительно какой-то этот смотрите какой-то морской членистоногий такой организм так такие полусухие корешки но вы знаете на мой взгляд они очень даже неплохие на мой взгляд неплохие корни орхидея кстати цвела так вот этот лесным тоже мне надо удалить отсюда ведь там чернота прям он вреди там внутри в пазухе и лист этот все равно в итоге конечно будет вот видите смотрите вылетает откуда тот он летит раз по моему вот из грунта он из грунта вылазит и полетел вот он вот он вот он в его 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 я не знаю видно вам нет так давайте еще знаете чего да нет а чего вот он садится видите на корне вот он то есть он не садится на листьям куда-то вот садится вот в грунт то есть поэтому можно заключить что это не сока сосущие какой-то насекомое а именно вот питающиеся разлагающийся органикой то есть он прямиком летит куда-то они тут вижу пропал прополз мелкий какой-то но не так много не так много так друзья вы уж меня извините за такую болтовню за такой поток комментариев здесь я все-таки срежу вот эти вот поток комментариев я когда пересаживаю орхидеи и но не на камеру я точно также в голове прокручиваю то что вам сейчас говорю то же самое у меня на голове происходит то есть я о том же говорю замечаю примечаю сам с собой общаюсь с орхидеей могу общаться да ну такой знаете орху нутый на всю голову ничего не поделаешь с этим уже это уже не лечится так вот здесь вот я так но ничего особо ковырять здесь больше не будем я вот пробую этими щипцами этими на предмет такие вот убираем ну и все сейчас мы тоже в привикуре замочим и все и после того как достанем я и просушу и на следующий день я к ним вернусь все так вот это мы нам не надо вот тоже до расхвалил расхвалил дегтярное мыло тоже расхвалил расхвалил и на тебе вылетело одно второе прям незачет так можно конечно друзья две вот этих вот орхидеи можно было бы в одной воде но в смысле в одном растворе замочить но я их замочу в разном потому что у меня привикура достаточно купил его надо расходовать потому что он имеет тоже срок годности поэтому я его расходую скажем так без особой экономии так все помещаем эту орхидею тоже сюда замачиваться прямо с основанием все с листьями вот так вот насколько это возможно так ну 1 орхидея у нас уже 10 минут постояла но я думаю что они у меня постоят эти орхидеи еще минут 10-15 подольше пускай постоят подольше потому что меня беспокоит вот там на корни видите какая-то сиреневая такое все сиреневые разводы вон видите да и собственно говоря хуже не будет что 20-30 минут постоят все друзья вот такое сегодня у нас дело с этими орхидеями мы их с вами распотрошили 2 2 ската мальдивских 2 манта мальдивас еще постоят они у меня 10 минут может 15 после чего я их достану раствор солью и в этих же в этих же емкостях оставлю их на ночь до следующего дня до подсыхания внешнего и после того как они подсохнут уже по результату будем принимать решение что с ними делать пересаживать не пересаживать и если пересаживать то как пересаживать все друзья с этими орхидеями встретимся мы в следующем видео я заведу плейлист отдельный для этих двух орхидей который будет называться орхидеи манта мальдивас манта мальдивас а где у нас самого прошлого видео будет их не судьба вся история записываться о их первом видео прошлом это у нас второе видео и завтра да или в как когда там я его ну завтра я сниму видео покажу может быть в другой день будет уже следующее третье видео по факту того там что с ними будет в общем друзья все всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующем видео всем пока пока